Торжественная церемония старта продаж автомобиля Lada X-Ray прошла одновременно в 124 дилерских центрах России. В Тольятти ее посетили президент автоваза Бу Андерсон и глава городского округа Сергей Андреев. Руководитель Волжского автозавода подчеркнул заявление экспертов о том, что ВАЗ превращается в цех по сборке иномарок, не соответствует действительности. Если вы посмотрите на последние пять лет, то за последние два года 80% инвестиций, которые мы делали, сделаны в продукты Lada. Это четкий посыл, что мы верим в Lada. Проект X-Ray обошелся волжскому автогиганту в 10 миллиардов рублей. Автомобиль Lada X-Ray имеет шесть ценовых комплектаций. Минимальная стоимость машины начинается от 589 тысяч рублей, максимальная – 723 тысячи рублей. Однако первая версия с кондиционером стоит 628 тысяч рублей. Дорого это или дешево – решать только вам. Директор проекта X-Ray, уверен автогигант, угадал с ценой. Мы сделали очень смелый шаг. Мы создали автомобиль, который представляет новый класс, новый для автоваза класс – это компактные городские кроссоверы. Вы покупаете уже законченный цельный продукт за те цены, которые мы озвучили. И если вы посмотрите на наших конкурентов, о которых мы говорим – это автомобили, городские компактные кроссоверы и хэтчбеки класса B, то вы увидите, что наша цена достаточно смелая и агрессивная. Впрочем, помешать продажам может стагнация на российском автомобильном рынке. Складывается впечатление, что рынок этого года будет на 15% ниже, чем в прошлом году. И многие сейчас прогнозируют, что рынок 2016 года составит 1 миллион 300 тысяч авто. Наша задача прежняя – мы хотим 20% этого рынка. В январе мы подошли к этой цифре – 19,8%. По задумке маркетологов Волжского автозавода, этот автомобиль должен спасти автоваз от финансового кризиса, в котором завод оказался в настоящее время. По итогам 2016 года автогигант должен реализовать примерно 20 тысяч автомобилей Lada X-Ray. Как будут реализованы эти планы, покажет время. Возможно, автовазу помогут экспортные продажи. По предварительной информации, X-Ray поедет в Венгрию и Египет. Возможно, попадет в Италию и Германию. В Москве первым покупателем автомобиля стала модная писательница и стилист Лена Ленина. В Самарской области губернатор Николай Меркушкин. Он купил белый кроссовер в максимальной комплектации, который заказал еще 15 декабря 2015 года, в день старта производства. Напомним, у губернатора уже есть автомобиль, произведенный на ВАЗе. Это Lada Largus 2012 года выпуска.